Здравствуйте! Приветствую вас у себя на канале. Это будет короткое видео. В нем я расскажу, как правильно вставлять Mesh-объект себе в проект. Можно просто нажать здесь в выпадающую менюшку, Open, выбрать у себя на компьютере какую-то папочку и открыть Mesh-объект в формате STL или формате OBG. Вот открылась такая голова. Мы видим, что она состоит из треугольников. Ранее я уже говорил про способы, как вставлять сюда Quad Mesh, чтобы преобразовывать его в T-Spline. В данном случае здесь треугольники. Если мы выберем Convert и попробуем преобразовать все это в T-Spline поверхность, он выдаст ошибку, скажет, что нужны преимущественно квадратные фейсы. А здесь их ноль. То есть преобразовать все это не получится. Мы можем вставить сюда Quad Mesh, который преобразовали в какой-нибудь сторонней программе, но очень важно в настройках, вот здесь в Preferences, в разделе Mesh поставить, то есть снять галочку Triangulate Mesh Polygons. То есть, например, если мы эту галочку поставим, нажимаем ОК, я сейчас открою заранее приготовленный файл с квадратной сеткой, то он автоматически конвертируется в файл с треугольной сеткой. Поэтому, если вы хотите работать с Quad Mesh, преобразовывать его в T-Spline поверхность, то в настройках Mesh обязательно нужно снять эту галочку. И тогда давайте продемонстрируем, открывая данный файл с помощью того же Open, например. Мы видим, что этот же самый файл будет содержать уже квадратную сетку. Ее уже можно будет с помощью конверта преобразовывать в T-Spline поверхность и как-то в дальнейшем редактировать ее, взаимодействовать с ним и конвертировать в твердое тело. Но это будет очень долгий процесс, но как бы это все реально. Я показал способ с помощью Open, открытия и вставки Mesh объекта в проект, но это на самом деле не очень правильно, я считаю. В том же Solid можно перейти в Insert, Insert Mesh. Давайте выберу на рабочем столе ту же самую голову. И посмотрим. То есть ранее, когда я вставлял просто с помощью Open, он у меня каким-то произвольным образом вставляется в проект, и мне его нужно дополнительно еще позиционировать. Когда же мы вставляем с помощью Insert Mesh, то у нас появляются дополнительные возможности. Во-первых, мы можем выбрать размерность, миллиметр-метры. Выберу, например, метры. Здесь можно вращать эту голову. Также включу Origin. Вот, они точно так же находятся, как в нашем первом варианте. И мы можем нажать центрирование. И мы видим, что, скажем, нулевая точка этого Mesh совместилась с началом координат нашего Origin, то есть нашего проекта. Также еще есть такая настроечка, как Move to Ground. Посмотрим сбоку. То есть самая нижняя часть этой сетки касается вот этой базовой поверхности нашего Origin. В данном случае XZ. Иногда это нужно. Иногда это удобно, чтобы получить какие-то поверхности. Вот с помощью этого инструмента Create Mesh Section. Ну, либо как-то для дополнительного удобства в работе. Также можно сбросить настроечки. Либо просто вручную все это ввести. Данный способ я считаю чуть более правильным. На этом я данное видео заканчиваю. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok